всем привет друзья с вами варчик на всех танковых каналах как саранча налетели видосики варду танц 20 такой лакомый кусочек нельзя упускать решили все танковые блогеры и понавыпускали видео о том что они думают про другое видео в котором показывают якобы варду танц 20 но на самом деле это просто кто-то снял когда-то один из тестов одной из разработок варду танкс и со временем это слил куда-то это опубликовали и понеслось когда это было снято непонятно есть механики которые в нашем варду танц обычном находятся есть механики из других игр старых есть механики из других игр танковых механик там полно но в целом ничего необычного нет их полно если сравнивать с обычной картошкой если посмотреть на остальные игры которые сейчас можно поиграть то в принципе там какие механики барабан до зарядки сейчас он есть у итальянских танков в наших обычных танчиках ночное видение дав какой игре нету ночного видения просто кнопочку нажал экран зелененький кнопочку нажал опять темно вот и весь ночной режим дым но нажимаешь кнопочку перед танчиком появляются дымовые завесы несколько штук управляемые ракеты но нажал кнопку ракета полетела и уложишь прицелом по экрану ракета летит за прицелом все вертолеты тоже во многих играх есть причем в видео показанные вертолеты явно недоделанные да и все там недоделанное видно что вертолет никак не контактируют и вообще не взаимодействует с препятствиями спокойно врезается в дома и ему нормально в целом я решил что на фоне пусть будут обычные танчики и все решил не плодить то видео какое-то непонятно откуда якобы слитая с world of dance 2.0 очевидно что то что-то недоделанное кто-то тестировал что-то куда-то слили ну и чтоб хайпануться а хайпануться любят все решили добавить название world of dance 2.0 сейчас я вам расскажу что там в тех видео есть а если вам так сильно интересно вы можете на вот экспресс зайти сами посмотреть и так во первых что там в принципе есть но немного другой ангар с немного другими менюшками класс менюшки можно до неузнаваемости перековыривать переделывать по сути вообще все равно дальше интерфейс привычные уже кнопочки которые меняют у нас стрельбу основным орудием стрельбу пулеметом там один это с основной пушки бахать двоечку нажимаешь с пулемётика стреляешь если ты нам на вертолете летаешь то те там на единичку ракеты на двоечку пулемётики в принципе да ничего необычного на остальные циферки там расходнички какие-нибудь дыба ухи и остальная чепуха которую только можно придумать дальше что у нас имеется привычные лампочки уши команд с танчиками вертолетиками и так далее хп танчика у нас нарисовано хп врагов тоже видно контур видно все как в наших танках только катаются более современные танчики там всякие т-90 меркавы мир шмавы там и так далее мне честно говоря вообще не интересно как выглядят современные танки все современные танки это просто квадратный квадрат с острыми такими углами ромба видный они все очень похожие не интересные внешне именно вообще никак только название у них разное ну и может быть внутренние характеристики до отличаются но внешне они вообще не интересны они как будто бы из картонных коробок сделаны прицел такой же как в картошке кружочек вбрный сводится единственное что кружочек поменьше и сводится м прям мгновенно стреляешь снарядик летит попадает попал в основную броню и не пробил второй раз стреляешь то же самое место и уже пробиваешь увлекательная механика о которой все давно мечтали и просили чтобы снаряд пробивал каждый следующий раз все легче и легче броню работает это ну максимально прямолинейно первый раз не пробил второй раз пробил все то же самое пулеметы первый раз стреляешь не пробиваешь допустим нлд врага второй раз уже стреляешь с основного орудия пробиваешь но до того как ты стреляешь с основного орудия еще можно пострелять с пулемета туда же в эту дырку куда-то только что стрельнул ты якобы повредил броню и можешь уже даже пулеметом туда пробивать и пока пушка основная основное орудие заряжается ты еще можешь покоцать врага пулеметами потом переключиться на основное орудие еще из него туда же бахнуть еще нанести урон великолепная механика поначалу может быть это будет интересно но надолго ли или нет неизвестно нужно будет прятать поврежденные части танка чтобы не получать лишний урон двигаться а вам придется с более лучшей точностью стабилизации сведением умудряться попадать в дырки которые вы сами уже наделали будет ли вам это интересно или нет пока не попробуем не узнаем разрушаемость тоже на месте ну и в наших танках тоже она есть и там она есть в этих якобы в танках 2.0 также дыма ухи там якобы у лт или хрен знает у чего там какие-то бтр чеки еще а то мне колесников мало ездит какая-то тарантасина на гусеничках нажимает кнопочку и перед ней шик дыма ушки по на разложились и дымят обалденная механика как она будет играться фиг знает как я понимаю это в виде кустов которые появляются перед тобой но они в виде дыма как они иначе могут работать я в принципе не знаю видимо так видео не показано как именно механика работы именно в бою система засветов и так далее показано что чел просто нажал кнопку и дымочек появился перед ним классно еще есть какие-то расходники прилетает бомбардировка самолета с какого-то пулемета там постреляла в то место куда ты указал можно переключить камеру чтоб смотреть камерой от самолета который летит и когда он улетает он разбрасывает какие-то финтифлюшки чтобы безопасно улететь класс чего в этом необычного ничего все эти механики есть или в других проектах картошки там в корабликах в наших танках в других играх везде все это есть меня это не удивляет потому что я играю в разные игры ничего удивительного я не вижу было бы интересно пощупать как она играется а так в принципе пока что вообще все равно лично мне ну картошка делает очередной какой-то проект да я уверен что она их делает целую кучу у них работников 5500 дай бог если основной картошкой занимается 500 человек потому что патчи выходят просто пустые да они там что-то то балансик чуть-чуть покрутили то там что-то на песочнице потестировали но я уверен не 5500 человек занимаются основной игрой все остальные занимаются там остальной чепухой и какая-то часть из этих людей занимаются новыми проектами о которых мы либо слышали либо нет вот в принципе все возможно там есть какие-то замены людей кто-то из одного отдела переходит в другой и так далее возможно часть людей из основной картошки перешли куда-то там заниматься другими играми неизвестными но целом мы видим что основная игра требует доработок компания также занимается другими играми и у нее есть еще параллельно проекта которые уже работают но в целом компания пыхтит и работает пусть занимаются честно говоря мне не особо нравится геймплей современных танков и внешне они мне как-то не смотрятся там интересно привлекательно и завораживающе чтобы этом типу а у нихера сеттанк да они мне больше напоминают набор картонных коробок чисто внешне и что еще хочется сказать я абсолютно не вижу word of us 20 отдельно от обычного word of tanks вот абсолютно не вижу чтобы люди перешли с одних танчиков и пошли играть в другие а потом такие а в какие мне в итоге играть в первые танчики либо вторые танчики в каких я должен играть там у меня куча всего здесь у меня непонятно чего надо но мне не надо какая из картошек будет развиваться лучше быстрее какая мне все-таки нравится не нравится это все чепуха я вижу это как продолжение у нас есть клиент картошки с танчиками мы его скачиваем выбираем там hd текстурки или нежды и докачиваем и выбираем с танками 20 или без танков 20 скачиваем либо обычные танчики либо ещё обычные танчики сожде либо обычные танчики сожде еще и с танчиками 20 а танчики 20 это просто продолжение переключаюсь 1 танчики на 2 и там играешься отдельно какой-то прям отдельная игрой где-то там на стороне Чтобы скачивать отдельно эту игру Я это вообще не вижу Да, оно в любом случае будет отдельно Но все равно должно быть в одной игре По другому я это не вижу Более чем уверен, половина танкистов Если сделать World of Tanks 2.0 Отдельно, они даже не факт Что найдут где они находятся Даже если иконку World of Tanks 2.0 Поставят рядом с иконкой World of Tanks 1 Не факт, что они заметят попадут Также еще что хочется сказать Про вертолеты Но на видосе они достаточно деревянные И просто чел летает, ракетки стреляет И управляет прицелом ракетами Ну смотрится более менее интересно Потому что много новых механик Которых нету в картошке Но в других играх в целом Многие из нас уже могли наиграться В эти же самые механики И в некоторых танковых играх Которые являются конкурентами World of Tanks Тоже часть этих механик присутствует Поэтому не все удивятся такому Но возможно если картошка сделает качественно Да еще и так чтобы казуальненько Чтобы для большинства То возможно часть людей из других игр Она к себе может и переманит Картошка умеет делать казуальные игры Где особо мозги включать Да и не надо Когда это все выйдет Действительно ли это World of Tanks 2.0 Насколько это старый видос Когда его снимали Насколько оно там сырое и недоделанное Оно видно что оно абсолютно недоделанное Сырое и по графике И куча механик там не работает Это все неизвестно Очевидно что Wargaming чем-то занимается И когда-то что-то покажет Когда что-то будет готово Тогда мы это и увидим А пока что это просто вбросы Для того чтобы лишний раз хайпануться Картошкиные вододелы обожают такие новости И весь этот мусор по интернету Разлетается мгновенно С вами был Варчик Играть красиво Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok